Новосибирск Губернатор поручил оперативнее устранять последствия коммунальных аварий. С начала отопительного сезона количество дефектов выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Для этого глава региона призвал коммунальщиков быстрее выявлять локальные проблемы и реагировать на все поступающие жалобы. На сегодняшнее утро, по данным СГК, из-за дефектов на теплосетях без отопления были 53 жилых дома. Настораживает длительное устранение последствий и длительные работы собственно на сетях, где выявлены порывы и длительный возврат параметров теплоснабжения в отдельных, в первую очередь, жилых домах. В городе Новосибирске в некоторых районах жалобы были после аварии через несколько дней. Поэтому я попросил бы обратить внимание и на работу аварийных служб коммунальных предприятий и на работу с управляющими компаниями. Хочу подтвердить, Андрей Александрович, что сил, средств в городе Новосибирске и у СГК, и у наших служб достаточно для того, чтобы ликвидировать аварии. Да, вопрос синхронизации работы с управляющей компанией, он существует. Над этим работаем. Жестче контролировать строительство поликлиник по концессии намерены депутаты законодательного собрания. Для этого они создадут специальную рабочую группу. Напомню, что завершить строительство семи поликлиник, оснастить их оборудованием и запустить в работу инвестор планировал в этом году. Однако сроки сдвинулись и сейчас точной даты ввода в эксплуатацию никто не называет. На четырех площадках до сих пор нулевой цикл работ. К тому же с начала стройки цена всего проекта выросла почти втрое. А консессионер, как отмечают депутаты, пока даже не вложил своих денег. Этот забор на улице Котовского установили еще летом. Тогда же вырубили заросли кустарников, выровняли площадку под новую поликлинику. Но на этом дело притормозилось. Местные жители говорят, что строители появляются здесь через день. Приезжают по-быстрому, выполняют незначительные работы и уезжают. Придет стройка, но медленно. То есть вы видели рабочих? Да, да. Бывает здесь? Бывает. Но не каждый день? Не каждый день. В связи с тем, что мы увидели, что якобы эта поликлиника будет достроена в этом году, мы начали вообще большой шум, потому что она была даже не огорожена. После запросов депутатов к нам приезжает генеральная прокуратура. Перед генеральной прокуратурой они все оградили, запретили туда доступ, все оградили. Сейчас ничего не могу сказать. Пришла какая-то техника. Пусть ее мало, но она уже есть. Установка для свайки уже пришла. 3-4 человека там ходят, что-то делают. Может быть, конечно, это не полноценная работа на данной территории, но по крайней мере у нас хоть лед тронулся. Завершить строительство медучреждений, обеспечить их оборудованием и запустить в работу инвестор изначально планировал в 2022 году. Однако сейчас сроки сдвинулись и никто точные даты ввода в эксплуатацию называть не может, но понадобится как минимум два года. Эту тему, тему концессии, сегодня обсудили депутаты на заседании комитета законодательного собрания. Изначально было предусмотрено, что в случае увеличения смертной стоимости увеличивается и сумма возмещения выплачиваемого частного партнера из областного бюджета. Основную часть стоимости строительства поликлиник должен был прохносить частный партнер за счет займов и кредитов. Расходы на погашение кредитов и уплату процентов должны возмещаться из областного бюджета. Размер возмещения из областного бюджета увеличился на 16,6 миллиардов рублей. Комитальный грамм был увеличен на 1,380 миллионов. В итоге расходы на строительство поликлиник составят более 30 миллиардов рублей. Нарушены все сроки, как мы видим, не потрачено ни одного рубля консессионерам. Все выполняется за бюджет Новосибирской области. По итогам заседания депутаты решили, что необходимо создать рабочую группу, которая будет реагировать на замечания и предложения от контрольно-счетной палаты. Более 600 незаконных павильонов и киосков снесли в Новосибирске в этом году. Такие торговые точки размещены с нарушениями и зачастую портят облик города. Порядок такой. Нарушителям выдают предписание о сносе, а после этого сооружение демонтируют. Сейчас остается еще более 300 таких объектов. Убрать их планируют в 2023 году. Что вы скажете с претензией предпринимателей, которые говорят, что сейчас непросто бизнесу. С одной стороны, власти объявили так называемые моратории, а здесь выходят и сносят ларьки, не дают нам работать. Мораторий объявлен только на часть объектов. Это те объекты, у которых закончились договора, и люди продолжают платить. Мы с вами сейчас говорим о тех незаконных объектах. И самая главная поддержка для предпринимателей, которые хотят заниматься бизнесом, от нас с вами, как от власти, это убрать такие незаконные объекты. У нас их порядка 331 в городе Новосибирске осталось. Когда у нас незаконные ларьки и киоски убирают с городских магистралей, это понятно. Но ведь зачастую такие же ларьки стоят и во дворах, и доставляют они проблем жителям не меньше. Мы давно уже должны понять, то в каком виде будет наш город, от этого зависит и его инвестиционная привлекательность, и его визуальная привлекательность. Пока у нас на гостевых маршрутах на центральных улицах города будут стоять ларьки, извините меня, мы вряд ли можем говорить о какой-то инвестиционной привлекательности. Мы вышли с предложением по запрету установки ларьков на ключевых гостевых маршрутах. Мэр города поддержал нам, дал поручение, и мы сейчас совместно с потребительским рынком прорабатываем этот вопрос. Но все, время ушло. И реклама раньше считалась там украшением городской среды. Сейчас мы четко понимаем, что реклама в тех масштабах, которые она есть в Новосибирске, ну это уже неуместно. Ее нужно сокращать. Поэтому это комплексное совместное отношение к своему городу. Нестационарные объекты, их сокращение и приведение в красивый облик. Ведь поймите, нестационарные объекты, это же и где-то шиномонтажка, где отец с сыном работают вместе много лет и стараются там делать какую-то красоту, там гирлянды какие-то вещи и так далее. И автомойка какая-то, где молодежь работает. В этом нет ничего плохого. Но когда это ларек, когда он отвратительно выглядит, когда этот ларек стоит на центральных улицах города, перегораживает тротуары, проходы жителей, уборку снега. Ну это прошлый век, этого быть не должно. Какое количество времени должно пройти, чтобы убрать вот эти 330 объектов, которые еще остались? Ну смотрите, у нас в планах за следующий год очередь либо сократить полностью, либо фактически сократить. То есть мы уверены, что в следующем году очередь будет кратно-кратно снижена. Поэтому еще раз призываем всех предпринимателей. Они все уведомлены, они все прекрасно знают, где у них незаконный объект. Уберите сами, чтобы потом не было никаких проблем. Продолжаем выпуск. Вырастить собственную инновационную снежинку предлагают горожанам. Для этого новосибирские разработчики создали специальную программу. Чтобы сделать электронную снежинку, достаточно провести пальцем по специальному чувствительному экрану. Потом рисунок можно сохранить себе на память с помощью QR-кода. Одним из первых свой символ новогодней столицы нарисовал мэр Анатолий Локоть. Мы понимали, что если Нижний Новгород все-таки он гордится своей историей. Им было 800 лет в том году. Естественно, то, что они создали свою снежинку, которая основана на национальных промыслах. То есть это казаковская филигрань. Когда они нам сюда передали, вы помните, именно здесь находилась эта снежинка. Она долго здесь хоронилась. И мы понимали, что если Нижний Новгород это все-таки про историю, в том числе и нашей России, то Новосибирск – это молодой город, и он все-таки, наверное, про историю будущего. И поэтому наша задача была сделать какую-то инновационную наноснежинку. Двигать можно в любом направлении. От направления движения, от скорости движения. Даже от того, когда начала расти снежинка, от времени начала снежинка, от этого всего зависит. То есть даже если человек будет двигать точно так же, точно, одинаково, ровно, с той же скоростью, он не получит точно такую же снежинку, потому что он начал ее выращивать в другое время. Красивый дом, очень интересная вот эта вот интерактивная штука. И теперь у меня есть своя снежинка. Любой, я подчеркиваю, любой новосибирец, гость нашего города, может поучаствовать в создании своей индивидуальной снежинки. Приятное очень впечатление. Я хочу пригласить всех новосибирцев к нам на набережную, в театральный сквер, там тоже будет поставлен такой планшет, и будет возможность вырастить свою снежинку. У нас более полутора миллионов жителей города Новосибирска. Давайте каждый свою снежинку вырастет. И таким образом мы поучаствуем во встрече Нового года и передаче эстафеты новогодней столицы следующему городу. И к новостям культуры. В музее Николая Рериха выставили шедевры – древнерусские старообрядческие иконы XVI-XX веков. Экспозиция будет работать всю зиму. Долгое время именно старообрядческие иконы не изучали. Только в последние годы эксперты выделили центры их создания и особенности работы мастеров. Открытие выставки и иконописи сопровождала мировая музыкальная премьера. Композитор Сергей Желудков написал свое произведение под впечатлением от подготовки к выставке. Мне хотелось бы выделить образ Николая Чудотворца, на котором сохранилась надпись, что он выполнен мастером Федором Анисимом в 1837 году. Это яркий образец невьянской иконописной школы, которая расцветала в конце XVIII-XIX веке. И невьянские письма отличаются некоторыми особенностями от других регионов. Это всегда очень качественное письмо на хорошо обработанной основе, хорошо обработанных досках. Иконы пишутся на золоте, тонко написано личное, замечательно исполненные одеяния у святых, в данном случае у Николая Чудотворца, каменья определенным образом написаны. И мне бы, конечно, хотелось выделить это произведение как эталонное произведение невьянского письма. Для меня большая честь в музее имени Релиха представлять новое свое сочинение, которое закончил недавно под впечатлением от нашей большой поездки на Алтай, где мы совместно с Центром искусств Москва формировали большую выставку древнерусской и старообрядческой иконы. Субтитры создавал DimaTorzok Еще о культуре. Нестандартная экспозиция из Томска «Десять историй». Новосибирцам предложили нарисовать на торте пальцем картину Ван Гога, телом на холсте, побыть моделью и фотографом одновременно и испытать гармонию во время медитации. Эта необычная интерактивная выставка представляет десять историй, не просто историй, а именно авторов и художников, которым можно подойти, попробовать себя в этой сфере деятельности и задать интересующие вопросы. Здесь представлено творчество кулинарии. Здесь стоит торт, где каждый гость может попробовать реализовать свои творческие способности, макнуть съедобную краску и разрисовать на нем что-то. Но, правда, его уже совсем немного осталось. Мы писали картину Ван Гога под суммахи, каждый оставил свою лепту в этом замечательном тортике. А теперь все малыши дегустируют и пробуют, и каждый заготовал желание, оно обязательно исполнится. А сейчас здесь происходит медитация в абсолютной темноте. Люди сидят вокруг и пытаются расслабиться. Ну, а мы пока что им мешаем. В реальном времени художница рисует картину с помощью карандаша из своего тела. Безумно красивая картина. Дальше только интересно. В этом уголке у нас находится энергетическая живопись. А вот, в принципе, и автор. Картины выполнены с какой-то задумкой, с каким-то посылом, который будет служить человеку. Либо накопление энергии, либо очищение пространства, либо гармонизация пространства. Здесь представлены тотемы. Вот они выполнены в точечной росписи. Друг и брат, который будет подсказки давать. Авторы и организаторы обещают вернуться в Новосибирск примерно где-то в марте или в апреле с новыми творческими идеями. Быть в курсе последних событий поможет частота 101,4ф. А на сайте nsknews.info для вас идеи для запоминающихся новогодних снимков. В парке, в фотостудии и даже дома. На этом все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин